Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале VideoShopper. Мы сравниваем два телефона, это Poco F6 Pro и Xiaomi 13T Pro. Чтобы все это не произносить постоянно, я буду говорить просто 13 и 6. Наверное, это будет понятно всем. К тому же телефоны разные, и с лица можно определить. Во-первых, у, соответственно, 13T Pro рамки большие и фиолетовый рабочий стол, а с обратной стороны он темного цвета. А, соответственно, F6 Pro у него рамочки поменьше, светлый рабочий стол, ну и, разумеется, светлая задняя спинка. Телефоны разные. Разделяет время выхода, грубо говоря, полгода между ними. Более новый F6 Pro, он только появился постоянно на лето 2024 года. А, соответственно, 13-й он появился, анонсирован был в сентябре 2023. Но сравнивать их нужно, учитывая, что они близки по цене. В каждом есть свои плюсы, минусы, особенности. Рассказываю. Первое, внешний вид. Телефоны практически одинаковые по весу, 206 и 209 грамм. Единственное, бывает, что в версии силиконовой спинки она чуть меньше будет весить, 200 грамм. А на самом деле, по внешнему виду, первое отличие, все-таки, на F6 Pro рамочки меньше, чем на 13-м. Это не так и сильно бросается в глаза, и когда у вас, например, 13-й только один на руках, я думаю, многие зрители уже пользуются. Телефон достаточно интересный. Он кажется с рамками тоненькими, такими же, как, не знаю, там, у Samsung, iPhone, Pixel и так далее. Но рамки в F6 Pro сделали еще тоньше. Конечно, производителю за это большое спасибо. По экранам они, кстати, одинаковые. Единственное, сейчас подробнее про них расскажу. В шестерочке яркость пиковая в разы выше. По внешнему виду закончу. Рамы металлические, алюминиевые, защитные стекла, Gorilla Glass пятого поколения. Телефоны схожи. По-разному блок камер у них расположен. Но в целом это один и тот же производитель Xiaomi и Poco. Это одна компания. Просто Poco выводят как отдельный бренд. Отличие какое глобальное? 13-й обладает полноценной защитой от воды и пыли, которой нет в F6 Pro. Хотя могли бы поставить, все-таки он не дешевый. Это предфлагманский аппарат. Но здесь водозащиты нет. Водозащита только у нас в 13T Pro. В остальном стереодинамики, инфракрасный порт, расположение элементов, оно все очень схоже. То есть в остальном телефоны похожи, несмотря на чуть разный дизайн, все-таки дает о себе знать родство и один производитель. Телефоны похожи. По экранам. Тут отличие какое. Первое, то что 13T Pro обладает повышенной герцовкой экрана. 144 Гц. Это прям вообще просто космос. 144 Гц. Здесь 120. Ну, сами понимаете, разница небольшая, но все-таки. Зато, с другой стороны, 6 Pro обладает повышенным разрешением экрана. Вручную можно поставить. Можно поставить обычное разрешение, там, Full HD+, можно Quad HD. Но на самом деле, знаете, я всегда говорю одно и то же. Вот эти все вот точек на дюйм, пиксели, все, что более 300, не видно. И на самом деле экраны, я бы все равно сказал, что они по качеству одинаковые. Единственное, 2600 нит 13 Pro, соответственно, 4000 F6 Pro, яркость в нитах, это очень много. Фактически в два раза яркость выше в более новом телефоне. С другой стороны, объективно, 2600 нит, это очень много. Это даже больше, чем у современных айфонов и самсунгов. Китайцы не перестают нас удивлять. Они еще 2600 нит поставили в этот телефон осенью 2023 года. Здесь 4000 нит, это за грани. Единственное, вы должны понимать, это пиковая яркость. Он постоянно не способен ни один телефон выдавать столько. Но на солнце, безусловно, читаться будет прекрасно. Просто запас по яркости в F6 Pro будет чуть выше. По экранам закончу еще раз. Несмотря на разные разрешения, повышенную герцовку немножко на 13, в целом их сравнить можно, поставить знак равенства между ними. Несмотря на то, что здесь яркость все-таки почти в два раза выше. Ну, не в два, а, конечно, в полтора раза выше. Все равно, экраны на обоих телефонах очень хорошие. По процессорам есть отличия. Мы, конечно, игры прогоняем, тесты прогоняем. Если мы говорим F6 Pro, то это прошлогодний флагманский процесс. Это Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. А если Xiaomi 13T Pro, то тут также хороший процессор, просто от другого производителя. Mediatek. Это Deming City 9200+. 4 нанометра тех процессов, по которым мы создали эти процессоры. И процессоры оба хорошие. Мне сложно сказать, какой из них лучше. Потому что оба они, на мой личный взгляд, находятся на одном уровне. Кто-то может сказать, что Snapdragon все-таки там чуть получше. Но, знаете, те времена, когда Snapdragon доминировал на рынке смартфонов в дорогих процессорах, давно прошли. Уже чуть ли не 10 лет. Сейчас и Mediatek выкатывают отличные процессоры. И Apple, естественно. И, естественно, Samsung даже научились делать процезы, которые не стыдны, которые не тротлят, и которые на максималках игрушки таскают хорошо. Я лично для себя, как человек, который такой же, как и вы, обычный потребитель смартфонов, поставлю знак равенства. Любой телефон будет прекрасно работать. По камерам. На первый взгляд, характеристики могут также показаться схожими. Единственное, выделяется 13T Pro, это вообще фактически флагманский аппарат. Напоминаю, и водозащита здесь есть, да еще и видео в 8К он способен записывать. Но, честно, 8К пока, на мой взгляд, не нужно. И будет ли нужно, когда, я не знаю. 4К, 60 FPS достаточно. По факту, мы делали множество фотографий и с основной, и с широкоугольной камеры при одинаковых условиях на оба этих смартфона. Знаете, мне лично чуть-чуть процентов, не знаю, там, на несколько процентов, иногда ощущение, что вот пока снимает получше. Но все равно я ставлю знак равенства. Это очень субъективно сравнивать телефоны. Глаза у всех разные. Качество фотографий, на мой взгляд, сопоставимо. Нет такого, что один где-то завалил картинку, а мы множество фотографий сделали. Самые малые по 30 фотографий и днем, и вечером, и ночных. Плюс-минус. Но иногда чувство, что все-таки F6 делает чуть лучше фотографии. И ночные, и дневные. Но все равно любой из них будет выступать прекрасным камерафоном. По видео, знаете, очень интересно. Если вам важен телефон как камера, видеокамера, то 4К 60 фпс оба телефона записывают очень хорошо, почти как флагман. Единственное, картинка на 13Т Pro, на мой взгляд, она более контрастная, что ли. А на F6 Pro она более мягенькая, напоминает такую телевизионную картинку, ламповую. В любом случае, оба телефона действительно выдадут отличный результат. Вы даже на большом экране телевизора, там 50 дюймовый, с этих телефонов не стыдно будет смотреть видео. Это хорошо. Но все-таки картинка чуть более ламповая на мои глаза на F6 Pro. Прям вообще красавчики. И стабилизация отрабатывает практически идеально. Почти как на флагманах. Почти. Очень хорошо. Что касается Full HD, картинка, конечно, уже качество будет хуже. Но снимать можно на оба телефона. А вот что касается широкоугольной камеры, то тут F6 Pro просто сливает. Если вдруг вам это нужно, то он записывает только Full HD и при том отвратительного качества. А еще раз повторю. Это только широкоугольная камера качества видео. Зато, как ни странно, если вам это действительно важно, снимать на широкоугольную камеру, то 13T Pro позволяет записывать 4K видео на ширик. И качество просто... Оно не отличается, на мой взгляд, от любого флагмана. Это потрясающе, что они могли сделать такие камеры, основную и широкоугольную, в нефлагманском официальном аппарате такого высокого качества. То есть вердикт по камерам. Оба телефона прекрасно делают фотографии в любых режимах, с небольшими отличиями между собой. Прекрасно записывают качество 4K. И единственное отличие, очень важное, это то, что 13T Pro не только 8K записывает, но и прекрасно пишет на широкоугольную камеру именно в 4K. Компания Xiaomi и Poco лично мое огромное человеческое спасибо. Благодарность за то, что вы не только в комплект положили зарядки 120-ваттные, но вообще за эту поддержку 120-ваттного зарядного устройства, это шикарно. Ну, кто смотрит наши обзоры, те знают, что большинство других производителей не то, что зарядку в комплект не положили, так еще и сделали там максимум, там, не знаю, 40-ватт флагманские аппараты других брендов. 120-ватт зарядка, 5000 мАч, батареи абсолютно одинаковые, зарядное устройство по мощности одинаковое в комплекте. За 19 минут заряжается телефон из полностью разряженного до 100%, абсолютно одинаково. И батарея 5000 мАч, и скорость зарядки. Подводим тогда итоги. На самом деле, очень сложно между ними выбрать. Но, честно говоря, я бы купил себе F6 Pro. Несмотря на то, что все-таки я пользуюсь широкоугольной камерой, мне она иногда действительно важна, я готов мириться, что здесь она плохого качества, только в Full HD. Зато здесь у нас чуть более новый телефон. На мой взгляд, 4К видео, все-таки я им часто пользуюсь, основной камерой, чуть более приятная. И в целом аппарат мне очень понравился. Единственное, водозащиты нет. Но, еще одна причина, при покупке все-таки я склонился бы именно к F6 Pro за счет более тонких рамок. Мелочь, конечно, мне было просто бы удобнее пользоваться им, чем 13T Pro. Хотя, безусловно, и 13T это великолепный аппарат, у которого и качество видео несколько получше на ширике, и 8К видео, и самое главное, водозащита, чего нет в F6. В любом случае, ценник на них сопоставим. Не буду уже повторяться, рассказал подробно вам про все. И производительность, железо, и экраны, и все-все-все. Автономность, ну, с утра до вечера каждый доживет. С 7 утра, там, до 11 вечера точно проживет, если сильно его не мучить. Все-таки здесь флагманские процессоры. Будете и в игры играть, не знаю, видео снимать в 4К, то сядут там буквально к 3 часам дня. Это флагманские процессоры, прожорливые. На этом сегодня все. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением, Давид и команда Видеошопер. Счастливо, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!